Рабочая неделя началась с дорожной аварии в Полоцком районе. Ранним утром возле деревни Охотница грузовик «Мерседес» под управлением 54-летнего водителя выехал навстречу. Там он столкнулся с маршрутным такси, в котором ехали не менее 17 пассажиров. Грузовик буквально протер левую боковую часть маршрутки. Один из пассажиров, который находился в задней части микроавтобуса, получил смертельные ранения. В результате аварии пассажир маршрутки 1975 года рождения скончался на месте аварии. Еще четыре пассажира маршрутного такси получили телесные повреждения, с которыми были доставлены медицинские учреждения, однако после оказания медицинской помощи были отпущены домой. По факту дорожно-транспортного происшествия следователями возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь проводятся необходимые следственные действия. На прошедшей неделе на полочине произошла еще одна смертельная авария. Утром 5 марта грузовик двигался по автодороге Лепель-Полск к границе России. На 81-м километре автодороги автомобиль наехал на велосипедиста, 61-летнего жителя деревни Азина. В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя автомобиля 2000 года рождения следователем возбуждено уголовное дело. Дабы избежать подобных происшествий, госавтоинспекция проводит работу на предупреждение дорожных аварий. Так, в первое утро этой рабочей недели на дорогах Витебщины сотрудники ГАИ провели специальное мероприятие «Фильтр». В Полоцке госавтоинспекция Полоцка и Новополоцка, а также областного управления работали в четырех точках города. В центре внимания бесправники и пьяные водители. За период проведения специального мероприятия было выявлено на территории Полоцка и Новополоцка четыре лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также восемь лиц, которые управляют транспортными средствами, не имея права управления. Всего за выходные и праздничные дни было выявлено 375 нарушений праводорожного движения. Из них грубых – это как проезд на красный свет, непропуск пешехода, скоростной режим – 78. Всего по Витебской области прошло 19 подобных мероприятий, в ходе которых выявлено 10 пьяных водителей и 11 бесправников. Последствия этого утра для водителей-нарушителей – лишение водительских прав или немалые штрафы.